Ребята, всем привет! Меня зовут Юля, а это мой муж Слава. Йоу-йоу! И сегодня мы снимаем продолжение реакции на мои старые видео. Реакция моего мужа на мои старые видео. Прошлый выпуск зашёл аж на 200 тысяч на моём канале. Да, конечно, учитывая, что у меня два почти миллиона подписчиков, это не такие уж и большие суммы. Но вот так зашло. Это неплохо, это неплохая статистика. Это как бы хорошая статистика. Поэтому мы решили снять ещё одно видео на старые видосы Юли. Надеюсь, что на этом такие видосы у нас закончатся, и мы приступим снимать нормальные реакции на моём канале. Мы к тебе тоже на канал снимаем, как у меня до 100. Нам уже прислали наш свадебный фильм. Мы на него обязательно снимем реакцию, поэтому ждите. Ну, не знаю. В общем, пока я отматываю на Лондон, поговорим немножко, поболтаем. Как ваше дело? Мы пока вот ищем видео, вы приготовьтесь, налейте себе какой-нибудь чаёчек. Я думаю, что они уже сто раз приготовились. Да, если... А вдруг она забыла? Или он? А вдруг что-то перемкнула? Она увидела уведомление? Или он? Да, я такая, о, видосик и забыла. Поэтому возьми чё-нибудь, там, чай, кофе, сырочек. Так, ну где же этот Лондон? Лондон из капиталов... Как там его? Давай, скажи эту поговорку модную. Велика Брейтон? Чё? Лондон из капиталов Велика Брейтон. Бр***ть! Грейт Брейтон! Велика Грейт Брейтон. Там не было про Велика. Это я добавила. Господи! Велика Грейт Брейтон. Кто-нибудь оплатите ему курсы английского. У меня нормальный английский. Так, Зай, проблема, я уже её вижу. Вот, влог Лондон. Невооружённым взглядом вижу. Лондон Zoo. Лондон Тверк. А, Тауэр. Тверк, да. Проблема в том, что, оказывается, у меня очень много влогов с Лондона. Я не знаю, какой лучше. Да, не знаю. Ой, ну ладно. Ой, кстати, я забыла. Давай мы купим, б***ь, 3000 рублей за это. Ты отобьёшь их, б***ь, сполна. Обещайте. Скинете мне 3000. Но это быстро делается? Секунду. Только надо всё тормознуть. Нет, это уже не секунды. Давай. Ты говоришь, если быстро, можно не тормозить. Рядом мои бро. Короче, пока Слава ищет пробу, которую скачать, я... Я уже всё нашёл. Как же за 3 секунды я себе это сделаю, миленький ты мой. Это же мне надо карту найти, провязать. Может быть, можно через PayPal. Ты сказал 3. Да, да. О, здесь есть PayPal. А что такое PayPal? А? А что это такое PayPal? Как я тебе PayPal оплачу? У меня есть. И куда нам придёт? Почтовый ящик закинут. Ты что, прикалываешься? Да. Я не знаю, как это работает. Смотрите, какой он у меня программист. Умело тратить деньги в интернете. Зай, как работает PayPal? Это типа такая скрытая интеграция. Зай, расскажи, а как работает PayPal? И что я могу отправить деньги в любую точку мира? И оплатить любые продукты? Даже если они в стерлингах, лирах, ларе. И фига, откуда у тебя бабки на PayPal? Сбережения, о которых жена не знает, Зай? А я это, подрабатываю. PayPalщиком? На онлевоалщиком. Свои голые картинки скидываешь? А, к PayPal привязывается карта? А и PayPal надо как-то устанавливать? Расскажешь мне? Или скажи, где скачать? Может быть, ссылки в описании? Да, ребят, ссылка в описании. Ссылка в описании на канал Славы. Он там подробно рассказывает, как заработать миллион с нуля. И как стать топовым менеджером у блогеров, кстати говоря. Кстати говоря. Он знает об этом всё. Все рекламные проекты, шутинг, там, ведение бизнес-аккаунтов. Сегодня, Зай, за тебя ждёт дикое приключение в мир ограниченного доступа. О, обожаю эту избранность. Ты избран? Всегда мечтал. Между прочим, тут 490 тысяч. Да, я смотрю, и 14 июня 2014 года. Одни четвёрки, ты посмотри. А посмотри, как я в описании указываю. Привет! В этом видео я покажу свою комнату в моей общаге в Лондоне. Я поехал на 3 недели изучать англ-язык. Я так написала? Да, англ-язык, восклицательный знак, двоеточие. Также тут я покажу вам улицу Оксфорд-стрит. Некоторые фабрикс, некоторые дитейлс. Да, джакет, очень можно в этом сезон. На этой улице очень много разных известных магазинов, типа Топшоп, Бершка, Манко. Не Манго, именно Манко. И т.д. И ещё я покажу вам Биг Бэйн и Букингемский дворец. Надеюсь, вам понравится видос. Точка. Ждите следующий выпуск, многоточие. Поверьте, дальше будет только круче. Ещё будут аттракционы, но позже. Ждите, короче. Ждите, короче. Ну всё в моём стильке. Вот как это вышло, вот, наверное, после того раза я это и не смотрела. Это нормально. Я свои старые видео тоже не пересматриваю. За мои мне очень стрёмно. Ну, посмотрим. Да, за твои, конечно, отдельное это... Спасибо. Спасибо. Ну, погнали. И так, ребят, хочу вам сказать, что сегодня, Матерь Божья, 29 июня, 2 часа. Как тебе мой сленг того времени? Ты уже смотришь... Мы уже снимаем вторую реакцию на мои старые видео. Ты заценил, какая я? Такая, типа, о май гад. Типа, Матерь Божья. Ну, да, типа, тпшка. Я тпшка. Но, не, всё равно я... Ну, короче, блин, мне просто странно на это смотреть, потому что я смотрю и думаю, боже мой, как странно, почему я так себя веду? И вроде ничего постыдного, просто мать, ну, что ты сказала, да. Ой, я себя представлю в детстве. Блин, я тоже такой же урод, наверное, был бы. То есть ты считаешь то, что я уродка там? Ну, ты сейчас тебя как оцениваешь? Там? Ну. Мне кажется, все себя в прошлом оценивают намного хуже, чем они были на самом деле. Просто потому что мы повзрослели, мы смотрим на мир другими глазами, мы изменились. Ну, понимаешь, есть люди, которые вот просто красивые и всё. Ну, как это сказать? Не то, что красивые и всё. Они и в 15 лет выглядят вау, и в 14 выглядят вау, а потом только лучше и лучше. У меня такого не было. То есть я как себя ощущаю, и ощущала, что я была каким-то, ну, не то, что гадким утёнком. Я так не могу сказать, что прям гадким утёнком. Но, типа, такой немножко, ну, не... Ещё не сформировалась как девушка, такая немножко кривенькая пацанка, ещё только происходит вот это формирование. А потом я как бы распустилась, как бы стала лебедем прекрасным. И вот я себя, конечно, там ощущаю так себе. Сейчас мы с мамой едем в аэропорт, точнее, сейчас мы на заправке. Короче, я морально не осознаю того, что я сегодня через госты, через три с половиной часа я улетаю. Для меня это что-то типа... Нет, это не так! Я сейчас просто куплю, ну, заправимся и поеду домой. То есть у меня... Куплю заправку. Как бы так, морально я вообще это не осознаю. Сейчас будем ехать в аэропорт, вроде как, в Домодедово. Кто в Москве живёт, тот знает, наверное. Вот. Не знаю, сколько будем туда ехать. Думаю, мы доедем туда за час. Короче, мы встали в пробку, сейчас 2.50, в 3.15, или сколько? Короче, я уже должна была быть в аэропорту. Наконец-то мы доехали, время 3 часа 12 минут. С мамой. Мы приехали. А с кем с мамой? Я врач на паскетный контроль. Сейчас, короче, будем... Блин, это было так страшно, потому что я ехала туда одна. И не то, что одна, типа, знаешь, с подругой мы едем к родственникам там в Грузии или в Армении, да, вот с Кариной. А просто еду одна, я не знаю, какие девочки со мной будут, я не знаю вообще кто, чё. То есть, ну, типа, я вообще даже, если честно, я не помню тот момент, как мы вообще на это решились и собрались, и там кто-то предложил или посоветовал. Я не помню вообще, как к этому пришло, что я такая, типа, ой, я поеду в Лондон учиться. Вообще не помню. Но... Это больше меня удивляет то, что сейчас мы посмотрим на аэропорт, который без масок. Да. О май гад. Да и вообще столько всего изменилось. С 14-го года. Да, даже аэропорт больше стал. Да, да. Мы брали с собой, то, что я с собой беру, и потом бутупри, и всё. Вау. Брытищ. Уж как вкусно кормили, да? У меня как раз вкус. М-м-м. Мы уже в аэропорту. Сейчас пойдём получать багаж. Короче, я только что получила свой багаж. Переоделась. Блин, не видно, нифига. Ждём, короче... Стиль у меня, конечно, такой весь на из своих шоп, я модная такая, я постоянно с рюкзаками ходила. Кстати... С кепками. С кепками, да, в кепках. Короче, я помню, что когда мы приехали, я, по-моему, сейчас это буду рассказывать во влоге, что девочка одна свой паспорт потеряла. Потеряла она его, забыла, типа, в самолёте, или что-то такое. И вот у меня почему-то всегда очень часто бывает такое вот предчувствие. И вот я ещё помню, что в этой поездке, когда мы только поехали, я думаю, господи, хоть бы ничего не сделать такого, из-за чего я буду людей подводить, знаешь, типа, затягивать время. Я помню. Я думаю, господи, вот если что-то такое, вот какая-нибудь фигня, вот хоть бы не я, знаешь? Ну, это похвально, потому что не все люди другие думают о других людях. Ну, вы поняли. Ну, да, не, это просто, знаешь, такая неловкая ситуация, я понимаю, что может случиться с каждым, там, что-то забыл, ну, случайно, ну, мало ли что, там, переволновался, или просто, ну, невнимательный кто-то, да, неважно. Я просто помню, что я думаю, господи, или когда она забыла, я ещё сидела, думаю, господи, слава богу, что это не меня все ждут, что это не я доставляю проблемы, просто я терпеть не могу людей, которые доставляют проблемы. Там, фу, ну, мне кажется, что я никогда не доставляю проблем. Я вспомнил, как она забыла свой паспорт, когда мы летели тоже в Лондон. Это было ужасно, я плакала. И тоже в Лондон летели. На самом деле, дело в том, почему я, суть-то в том, что я его не забыла. Ну, понятно, мы перепутали, я просто говорю, что... У меня просто всю жизнь в доме было всегда только два паспорта заграна. Один мой, другой мужика. Ну, отчасти ты забыла, получается. Отчасти ты забыла, получается. Объясняю, у меня в доме всегда было два загранпаспорта. Один мой, единственный другой, загран моего мужика, парня моего, бой, да, бойфренд. Вот так, если мы Лондон смотрим, будем немножко вкидывать там... Немножко details. Да, да. Вот. А потом, когда я начала встречаться со Славой, и сколько-то там времени прошло, вышло так, что у него закончился загранпаспорт, он сделал новый, и так вышло, что у нас дома стало три заграна. И они какого-то чёрта лежали все вместе. А я не привыкла к тому, что их три. Я привыкла, что два. Я беру два, и мы едем. Понимаешь? А тут их три. И я помню этот ужас, когда мы приезжаем в аэропорт, тоже, кстати, в Лондон улетали. Мы приезжаем в аэропорт, причём рано так приехали, всё круто. Я, короче, Слава говорит, ну ладно, давай, проверим паспорта, сейчас уже будем вставать в наши места, там, билеты получать, это всё. Я открываю один загран, и вижу, что... Я понимаю, что это его старый. Думаю, у меня просто, я не знаю, как это называть, белого словила, понимаешь? Я думаю, я что, его подставила? Я взяла его старый загран, вот я дура, он же не улетит. Потом я открываю второй, а там его новый. И вот, с одной стороны, у меня облегчение, то, что я всё-таки не тебя подставила, как бы ты улетишь. То есть я всё равно тебе проблем не доставила. Я доставила проблемы только себе и моей маме, которая гнала там, я не знаю, 200 километров в час, грубо говоря. Всё равно мне тоже доставила нервы, нервишек потрепала. Ну да, я расплакалась там, потому что я поняла, что это кирдык башка вообще. Да, да. Так что, такой details. А так, в целом, вот я за собой не помню, чтобы я людям доставляла проблемы. Ну ладно, мы не об этом. Наши влог, некоторые девочки есть. Одна девочка потеряла свои документы, и там с этим проблем ужасно. Слава богу, эту девочку нет, потому что я почему-то думала, что какая-нибудь хрень случится со мной. В общем, я не спала. Представляешь, до сих пор помню. Я переживала, господи, не дай бог, чтобы со мной какая-нибудь хрень случилась, из-за чего я буду людей подставить. Вот я это помню, даже клянусь, я не помню, когда последний раз смотрела этот влог. Просто вот я помню, что эту ситуацию я запомнила. Ну, горяч, капель. В контакте, возможно, даже больше. Еще забыл рассказать, потому что я здесь нашла какой-то вай-фай, подключилась. Тебе, наверное, не видно мою жирное е... Потом, короче, ну я сидела в контакте везде, кроме контакта, потому что контакт здесь не работает. Короче, хочу поведать вам интересную историю своей жизни. Первый день в Лондоне мой проходит. Да, я тоже в контакте очень долго сидел, когда мне было лет 15. Все раньше сидели в контакте, сейчас в контакте, извините меня. Я еще, ребят, я еще вспомню тот момент, я постарше вас, ну... В Аське сидел, в одноклассниках. Я сидел в Аси-Кью еще. Ну, в Аси-Кью, да, я помню. И мы переписывали в школе в этой Аське вот эти вот звуки ее... Точно. Точно. Никогда не забыть. Ну да. Вот если меня разбудит, вот этот звук в ухо... Ты побежишь проверять Аську. Ну, короче, да. Но вот, кстати, раньше контакта, действительно, в контакте такая соцсеть была. Вай, мама, я из нее не выходила. Я там фильмы смотрела, музыку слушала, в группах сидела. Амейл? Не, мейл это чисто... Я еще, я помню, там были стены, мейли, там какие-то тоже социальная сетка какая-то была. Ну, до того момента, конечно, когда они купили ВКонтакте, в общем, понятно, у них все очень плохо шло. Но было такое. ВКонтакте... У меня, кстати, там галочку сняли за то, что я туда не захожу. Да, вообще, какие-то они... Тупизналась. Засранцы. Мне тоже снимали, но потом восстановили. Но они засранцы, они типа хотят, чтобы мы заходили туда чаще. Да, делать мне больше нечего из-за этих галочек. Звезды заходили. Я еще буду перед вами расплетаться. Чтобы звезды заходили туда чаще. Ну, чтобы типа постили там, типа... Пусть деньги платят. А какого фига мне туда заходить? Да не, без понтова вообще. Я захожу там, ну, что-то оформить, что-то, может, обновить, типа... Но я же все равно там существую, отвечаю на сообщения. Ты там существуешь, отвечаешь на сообщения? Ну, мне там кто-то пишет в ВК все равно, типа, ну, иногда захожу туда. И я все равно там существую. Мне, наверное, в месяц или в два месяца что-то один человек... Просто нет, логика в чем? Если ты туда не заходишь, ты что, стал меньше... Популярен? Популярен, тем нет. Ну, это нелогично с той точки зрения, что вы... Если даете галочку, то какого хрена вы ее забираете? Я же там не оскорбляю верующих, я не знаю... Нет, смысл. Но с другой стороны, я абсолютно их понимаю, они просто хотят поднять актив. Но мне, по-моему, пришло уведомление, что мне нужно обновить какие-то данные. Может быть, они спалили, что я замуж вышла и считают, что я документики-то не предъявила? Нет, абсолютно не из-за этого. Но я тоже думаю, что это все шляпа. Они просят, типа, чтобы ты там хоть раз как появлялся, грубо говоря. Офигенно. Так как я и мечтала, так как я и представляла, в принципе. Короче, мы уже все прошли, забрали наши эти штучки, уже посидели, поговорили, познакомились. И, значит, одна девочка потеряла все свои документы, паспорт, все вообще, вообще все. И мы с вами уже... Сама со своими документами к этому, а? Наверное, час уже скоро. Все. Она все потеряла, все потеряла. Вот, а у меня все здесь, все вот здесь. И ждем, когда они там все это разрешат, этот вопрос. Мы не можем уехать, у нас сейчас уже 9 утра. Ночью 9. Так что, обожаю не спать больше суток. Это классно, весело. Короче, я не знаю, какой будет мой день дальше, но я познакомилась с девочками, и они... Когда не знаешь, что людям рассказать на камеру. Она относится к тому, что я видеоблогер, ну, просто некоторые смотрят, типа, что она делает. Вот, и я смогу снимать норм. Вы пришли из аэропорта... Ноги? Неужели я терпелась? Я могу снимать ноги? Норм. Знаете, там фонтанчики какие-то, красиво тут. На фиша я снимала. Итак, ребята, вы готовы увидеть мою комнату? Ну... Слава богу. Короче, мы тянули жреби, было только... Жреб! Мы тянули жреби. Мы тягнули жреби. Кром. Блин, я тут вообще кринж. У меня ужасные кривые брови, у меня ресницы не нарощенные, я еще крашу нижние, и какой-то подводка, как будто я жирная. Еще ни разу не сделала себе губы, а губы пипец, как меняют. У меня кривые зубы еще до первого раза, когда я поставила брекеты, когда они у меня стали хотя бы прямыми. Короче, это вот не самое мое любимое время. Ну, класс, все равно класс. Я не люблю шумнать. Все равно класс посмотреть на себя со стороны. Но я люблю на это посмотреть, чтобы... Я вот сейчас тоже хотел бы вот посмотреть так вот на себя. Ты уже вторую реакцию говоришь, но мне почему нравится смотреть на это, потому что я в настоящем восхищаюсь, думаю, господи, вот это, а что это, я? Да ну нет, вот она я, мамочки. Стоит кроватью, и я вытащила комнату на кровати, ура! Можно? Да, ну да, дай сделать вот так. Я вот сразу тебе дописывал в лог. Короче, так, тебя же Арина зовут? Арина. Я просто... Ай, короче, а мы потянулись с одной кладкой, тут есть даже раковина, что здесь, чтобы сбылась. Даже здесь есть офигенный баф... И там твоя фанатка... Она не моя фанатка, во-первых. Подожди, а что она хотела? Давай сделаем фотку, она тебе хотела сфоткаться с тобой. Она не со мной хотела сфоткаться. А с чем? Просто что-то сфоткать хотела, не знаю что. Ну, сейчас посмотрим, увидим, чё на чё. Я думала, тебя больше поразило то, что я сказала, буду здесь жопу подмывать в раковине. Очень поразило, удивительно, девочка. Я ж так по жизни никогда не делаю. Не, правда, жопу в раковине не подмываю. Просто меня ещё поразила реакция этой девочки на твою тупую шутку. Зай, я просто человек харматичный. Я даже тупо пошучу, всё равно смешно будет. Ну да. Но я ещё тут сейчас буду рассказывать о том, что там, видишь, два крани красные и синие, типа горячие и холодные. У них же там разные трубы. Чтобы у тебя вода была горячая и холодная, тебе нужно два открыть и вот так вот их смешивать в руках. Потому что иначе с одной кипятон, с другой холодный. Это правда, я не знаю, как это вообще. Серьёзно? Ну смотри, я сейчас рассказывать буду. Ты же как? Короче, всё очень круто, я очень рада. У меня здесь из окна вот такой вид, даже окно открывается. Нет, не открывается вообще. Короче, упай. Видишь, я продолжаю шутить. Нет, давай, шарик. Она продолжает шарик. Потому что я продолжаю шутить. Каждое моё слово льётся как одна шутка. Я одна в комнате, даже есть все я. Пока сейчас есть. Надо ещё зарядки найти. Эти штучки. А вот. Ай, Ван, я буду мейкап делать себе вот так, знаешь? Почему мне перестал ужас? А есть ещё по воде? Или это не надо? Это просто украшение. Знаешь, Лиза, аксессуары на кровати. Понятно. Так, проверю, какова. Раковина хоть там была, но туалет и душ общий. Ну, понятно. И на этом спасибо, что раковина хотя бы есть. Ну, я на самом деле очень сильно люблю комфорт. Я думаю, как любой нормальный человек. И для меня очень важно, чтобы был, ну, чтобы было и, короче, не так. Чтобы, потому что я всегда так волновалась, то, что я сейчас в туалет пойду, а там же ещё миллион девочек, ну, в общаге, ну, понимаешь? Не, ничего не говорю, да, я понимаю, там люди в общежитиях живут, ещё что-то. Но просто я как бы к этому не привыкшая, и для меня это всегда очень, ну, так, стресс. Но потом я привыкла, кстати, и нормально в душ ходила, и в туалет. Но люблю я удобство. Короче, я переоденусь, разберу всё, встала как собака, узнаю, почему у меня воды нету. Коп, ёб! А мыться как? Как же она меня бесит. Меня ничего не бесит. Я понимаю, что мы там дети, и мы просто, ну, типа такие глупышки. Что значит горячее-холодное? Я должна их смешивать в руках. Да ты тут пьёшь? И что, у меня встала в голову, что ли, свадь? Что такое? А я не знаю, почему она синим льёт? Посмотри. Или мне кажется, не глючит? Нет. Тут тень просто так плавает. А, ладно. Видишь, она умная. Вон, здесь. Видишь, она умная. Она, вон, свет включила, разобралась с тенями. Это не вода синяя, ты тупая. Это тень. Ты чё не видишь? Лучше и больше. Короче, ладно, ребят, я собака вся мокрая, потная, грязная. Так что сейчас я переоденусь, веду себя в порядок и пернёмся. Мы ещё скоро кушат, поэтому. Надеюсь, там будет что-то больше, чем каждый пулик. То, как нас кормили в Лондоне, это отдельная история моей грусти. Да, мы будем смотреть? Да. Там будет хлеб чёрный. Ладно, давайте. Короче, ребят, сейчас я вам покажу, какая здесь калашья мылась. Мы поднимали свои огромные чемоданы. И главное, это не одна такая, знаете, да? Вот здесь душ. Но не только этот душ, то есть и, Валя, на полный душ. Господи, дальше мы все. Сейчас мы идём кушать, и я покажу вам лестницу, так вот смотреться. Это общага, около которой мы с тобой гуляли. Около нашего дома, около нашей общаги, и вот пока есть такой центр, где эти магазинчики не открыли. Как Семёновский. Да, только Лондон. Бургер Кинг, там столики. Блин, ну почему я такая страшная? Я вообще смотрю, я о себе не узнаю. Ну, Зай, ты обычный подросток, хорошенькая ты. Ты чё, нормальная? Обычная? Чё ж? Ну, да, носик у тебя крючковатый. Суть в том, что я операцию на нос-то и не делала. Он у меня, по сути, тот же же. Тот же же. Ну да, я сделала пару... Правду, всем расскажем. Ай, ладно, муж мне сломал мой нос. Да нет, ну правда, никакого насилия не было. Тьфу, никому не желаем. Я сделала пару инъекций, но суть не в этом. Суть в том, что у меня огромное лицо, у меня похудело лицо, из-за этого у меня меньше нависать века начало. Брови у меня тут отвратительные. Зай, короче, я не хочу это обсуждать. Мне нравится просто, что мы смотрим на тебя, подростка, и все подростки немножечко как гадкие утёнки. Все. Не бывает, да не бывает подростков миленьких. Никогда. Ни разу. Сейчас такие подростки, мама Джан. Мама Джан, миленьких никогда в жизни не видел. Чё хочу сказать, вот в школе, там, ну, во время того, как я росла, наблюдала, девочки, которые были красивыми, по моему мнению, на тот момент, да, в подростковом возрасте, они потом выросли, честно говоря, не стали лучше. Кто-то становится лучше. Вот есть, мне кажется, два типа. Кто-то никак не изменяется. Есть, мне кажется, два типа. Либо ты в подростковом возрасте просто красавица, а вырастаешь и становишься вообще такой, что даже вот просто... Смотришь, думаешь, господи, какая красивая в школе была. Я уверена, у всех есть такие истории. А есть, наоборот, думаешь, какая страшная, или какой страшный, да, мальчик, там, подросток. А вырастает, думаешь, ой, я славеный. Ну, не об этом же сейчас разговор. Ну, мы болтаем в реакции, мы твои болтаем в реакции, нормально. Бэнды. Сейчас мы зайдем в Ксессор Айс, мы покушаем. Это у них, кстати, популярный магазин. Ксессор Айс. Я просила, чтобы мне мама отправляла, дедушка мне отправлял. Как я возвращалась в Москву, это просто анекдот. Мне кажется, все девчонки помогали тащить мои пакеты со всяким говном. Просто я накупила всякую брахла тупого. До сих пор, мне кажется, дома есть всякие типа из этого. Мадам Тюсо, всякие шарики. А вот же он мне тут стоит до сих пор. Ну, короче, это прикол. Ух ты, какие шарики. Ух ты, какие шарики. Мы идем через парк, на какую-то мы должны будем купить. И мы должны будем купить переходники себе, потому что здесь другие розетки, и мы никто ничего не может себе, короче, заряжать ничего не может. Вот. Собственно, посмотрите на парк. О, боже, сегодня первый день, мы не спали сутки, мы гуляем где-то, умудряемся ходить, что-то искать, покупать. Не свинитесь. Моя любовь! Моя любовь, сладкая! Макдональдс. О, боже, о, боже, о, боже. Это топ-шоп, огроменный топ-шоп на топ-собесе. Так жалко, что у нас закрыли эту шарашкину контору. Очень сожалею, очень скучаю, грущу по топ-мену. Почему его закрыли? Его просто в нашем ТЦ нет. А, да! Я беззару перепутала. Так жалко. Вот там были хорошие мужские вещи. Братишки, возвращайтесь, пожалуйста, я жду вас. Да, они прям вообще закрылись. Сейчас вернем, я в это не верю. О, боже. О, боже. Были в магазине. Итак, были одна по Лондону. Мамку. Невероятные чувства. Сейчас меня зовет машина, но я все быстро еду. Короче, я не нашла себе пока что ничего. Вот, но я там. Знаете, какой прикол в Лондоне? Мы были там сколько? Два раза, да? Ну, вместе, да. Да, мы были два раза. Ну, ты была три раза без меня. Один. Аж три недели. Больше, боже. Ну, ладно. Ну, ладно. Я никогда не мог запомнить, с какой стороны едет машина. А, то что там это движение? Для меня это был максимальный кринж. Хоть я там уже и долго, там, не один день, и можно было бы запомнить, я все время смотрю налево. Ну, да. Я смотрю налево, а Юля меня так толкает, типа, ты куда смотри, смотри направо. Нет, для меня, на самом деле, не это больше. Я вот сейчас просто заметил, какая ты молодец. Ты сейчас шла, посмотрела направо. Мне-ка не в ту сторону. Нет, в ту. А, ну, а мне, наоборот, показалось, что стрелки туда, и я смотрю туда же, куда стрелки. Типа, надо смотреть, наоборот, туда, чтобы машина не сбила. Я, наоборот, сейчас на это обреца внимания. Ну, может, я где-то не уследила, сейчас ты увидела, что я посмотрела, куда... Ну, короче, тут не будет. А, может, ты права. Стрелки туда, я сейчас шла и туда посмотрела. Да, скорее всего. Поэтому я не молодец. Значит, наоборот, короче. Ну, потому что непривычно. Вот, запутали, а. Зачем так сделать? Нельзя в одну сторону, чтобы все ездили. Все ездят в одну сторону, по короче. Да, земля же круглая, зачем в другие стороны ехать? Чтобы и компенсировать, понимаешь? Сейчас могу хоть что-нибудь себе найти. Сейчас я пойду в Ривер Айленд, потом Нью Лук, потом Нью Лук, Ривер Айленд. Это рядом Мак, и я подумаю, разойди туда. И, скорее всего, так и сделаю. Итак, только что я купила довольно дорогую одежду. Короче, пойду куплю тебе толстов локса. Уфа. Надо еще перейти дорогу. Там всякие убеи, то есть то, что у нас нереально найти, там вообще на каждом шагу коробки. Короче. Там такой Эйкон прошел на фоне тебя. А это кто за чучунры? О-о-о. Блин, я уже не помню, откуда я ее знаю? Я не знаю. А я сейчас скажу, наверное. Я не помню, но в тот момент, когда я снимала видосы, я помню, что, по-моему, смотрела какие-то ее видео, что-то про Лондон, про... Я не помню, что-то с языками тоже связано. Что-то такое. Ну, я реально уже что-то не помню. Посмотри, сзади, вон, модная мадамка. Да. Идет. А, смотри, блин. У нее этот, типа, AirPods на джемпер это или что? Джакет. Джакет. Some details. Нет, у нее... Смотри, какой фабрик. Фабрик. Нет, у нее прям этот... Старые AirPods такие крутящиеся. Такие маленькие, квадратненькие. Ну, ладно. Чего ты экран потемнела? Я хотела что-то такое, но сейчас у меня фанатурец медленник. В итоге я взяла другое. Вы знаете, столько всего, вообще всего-всего, что я когда-то хотела. И сейчас я смотрю, думаю, что это дело, которое мне не надо. И это странно немного. Да, я мечтала, что я поеду в Лондон. Куплю себе толстовку Oxford. Буду крутой. Да. Ну, ах, эти мечты. Подростковые мечты. Да, толстовки. Я не купила ее уже со вторым или с третьим чуваком. Добазариваюсь за маленькие деньги, за эту серфон, а потом говорю, no, thank you. Она мне не нужна. Я просто не хочу. И он мне еще говорит, что, типа... Добазариваюсь с ним, типа, чтобы скинул хотя бы пару фунтов. И в итоге в конце уезжает с чемоданами там, с забитыми дерьмом всяким. А я, кстати, там чемодан покупала себе, чтобы увезти бархол, который набрала ужас. So beautiful, типа, для меня. Beautiful. Я не знаю, я бы мог не встопу хочу, но думаю, что я просто хочу посидеть и поотдыхать. Так что вот. Итак, сейчас я пойду и сфоткаюсь на улице Oxford Street. Oxford Street. Короче, видишь, я купила себе одежду новую и пошла переодеться, чтобы быть более стильной, более модной. Сейчас я пойду и сфоткаюсь на Oxford Street. Oxford Street. Это ты сейчас в новой одежде, да? Да. Я зашла в какой-то магазин переоделась в новую одежду. Смотри, кстати, я любила эту кофту. Вот. Здесь все такие вежливые, да, мне удобно. Это так круто. О май гад. Итак, я одиночка, гуляющая по Лондону одна уже. Короче, я гуляю с часу до... Сейчас практически 4. Такая крутая. Да, кстати, я зашла в магазин и сейчас... Кто бы сомневался. Вообще, я вспоминаю, ну, блин, нифига я вообще смелая, что одна пошла по Лондону гулять. Нифига себе. Дождик, ну, как ломантично. О май гад, дождик-то сильный пошел. Куда бы скрыться мне? Черт. Пойду, наверное, в Мак. Я не знаю, просто места нету здесь. Я в Маке. Сейчас ко мне придет Даша. А Даша это, скажем так, наша главная. Даша и Арина. Арина это дочь. Скажем так, пи***даны по бегушкам. Прислужница. Прислужница, главное. Нет, по моим воспоминаниям, Даша очень хорошая, классная. Ну, она просто, типа, как наша сопровождающая такая была. Да. Водила нас, с нами ездила. Когда я был молодым, мне никогда не нравились... Я был много где в плане всяких этих лагерей. Ага. И нам никогда не нравились вожатые. Вожатые? Ну, типа, они... Слушай, ну ты сравниваешь. Я просто сравниваю себя и тебя абсолютно справедливо. Не нравились почему? Потому что по возрасту они не такие уж и были, как бы, далекие от нас. Да. Но при этом они были главнее нас. Им, не знаю, нам никогда не нравились. Ну, если там только не вожатые какая-нибудь красивенькая, миленькая, тогда да, пацанам нравится. Но с пацанами вожатыми было редко так, чтобы мы дружили. Ну, опять же, тоже зависит от вожатых, конечно же, согласен. Ну, слушай, я не помню, сколько Даши лет было тогда. Ну, мне кажется, она не сильно... Точнее, ну, нормально она старше была. Не то, что ей там... Может, ей не было там 30 даже, но, может, 25, 27. Ну, как бы, нам-то 16. Я не знаю, точно я могу ошибаться. Но мне кажется, что... Мечта замутить с вожатой. Ни у кого не было, пацаны? Вот, типа, вожатая, она же, типа, как бы, ну, типа, главная. У неё своя каюта отдельная. У неё своя клоуна, там, вот эта вот тема. Почикаться с ней, да? Ну, типа, знаешь, ощущение вот этой вот власти, вот этой вот... То, что, типа, она именно с тобой, что ты и пи***на, она выбрала тебя. А все остальные, типа, пи***ки лохи. Ну, не знаю, хочешь, я буду твоей вожатой? Начинается. Хорошо, и что, будешь грузинского меня учить? Почему учить? Ты у меня будешь в 7 утра вставать, делать зарядку. Я буду тебя водить на кухню, на завтрак. А что вожатой делать? Мне не надо, спасибо. Вот, дружила, ты на меня потеряла. И, короче, вот. У меня вообще-то жена есть. Ну, сейчас они ко мне придут, потому что я сижу одна, но кушаю, попушала, попила. Очень устала, я же еще не спала в сутки. Даже уже больше. Я, короче, всю ночь сегодня не спала, поэтому я никакая. Я вообще в шоке от того, чтобы двигаться, что-то мерить, что-то покупать. Я расстроена, что я взяла так мало денег. Я взяла? Реально мало денег. Ты на праздник, что дорогой. 300 тысяч. Я расстроена. У меня не было с собой 300 тысяч. Да я знаю, я просто представляю. У меня еще, короче, какая-то фигня с карточкой случилась, и мне мама не могла на нее отправлять деньги. И, по-моему, как раз деньги отправляли... А, нет, знаешь, деньги, короче, моя мама отправляла на карточку моей подружки Виолетте, с которой мы там в итоге скарифанились. И она, типа, снимала и, типа, мне давала эти деньги, которые мне отправляли, потому что они у меня очень быстро заканчиваются. Отмывка бабла. Мама твоей подруги, подруга тебе, подруга себе процент забирала. Да, да, да. Короче, мы успели. Капец и мозы. Рэй Бен. Сом-дитер. Собралась, и сейчас мы будем кушать, мы в Свитере, и здесь прохладно довольно. Мамка свитер, и такой огромный этот шар мода. Слушай, ну там погода же всегда в Лондоне такая ветреная, такая пасмурная, даже и летом бывает. Там ужасно. Ну, нет, в плане погоды там очень сложно. Вот бывает жара, а чуть вот пройдешь за следующий дом витрищек. Да, как в Питере тоже, да. Да, в Питере тоже в этом плане кошмар. Очень сложные города в плане погоды невероятно. Всегда надо быть наготове, что через минуту... Да. У нас сейчас 7, ну, 8, грубо говоря. Вот. Так что... Интересно. И я забыла зарядку от GoPro, поэтому я ее где-то куплю и не буду без GoPro. И еще сегодня у нас тестирование. Мы будем писать тест, который определит нас в группы. Типа, кто-то кого-то знает, кто-то... Тестирование, это, конечно, мои любимые. Я с этого дико ржала, потому что нас тестировали, получается, за эту поездку 2 раза. Или 3 раза. Но, типа, перед каждой неделей как будто тестируют. Или... Или 2, короче, раза. Не помню точно. Но вот помню точно, что было 2. И в первый раз потестировали. И меня определили в группу выше самого тупого. Ну, я же что, приехала учиться как раз. У меня не было там каких-то знаний. Кто-то приезжал вообще с хорошими знаниями английского. Хотя там ровесницы, да, молодцы. А я-то не. Я такая, типа, только о май гад. Типа, hello. Ox of the street. Вот. И меня определили, типа, в слабую группу. А спустя буквально неделю того, что я там жила, потом опять было тестирование. И меня определили в группу, где была моя подружка Виолетта, которая английский знает. Ну, просто она спокойно тебе расскажет, что-то вот вообще хорошо знает. И мы ржали. Я говорю, ты прикинь, вот ты столько лет училась, а я за неделю в Лондоне поднялась до твоей группы. Ну, мы, короче, ржали с того, что это как-то... Обосрала её, короче. Не то, что её обосрала. Конечно, я не поднялась до её уровня в знаниях английского. Мы, типа, обсуждали то, что каким образом, типа, я сильно умнее-то не стало. Я только выучила, что есть там left, типа right. Да, я клянусь, я помню, что я выучила, думаю, вау. Типа, я, ну, не знаю, на самом деле, вот, я вспоминаю, я на улице намного больше узнавала, чем в этой школе. Хотя я училась. Не, английский, конечно, да. Столько учителей я поменял за свою жизнь по английскому. Я же много школ поменял, 4 школы поменял в своём городе Патияхе. Кстати, вчера, позавчера посмотрел мою школу «Снесли хера». Ты туда тогда рассказывай, а то ты мне уже пятый раз это рассказываешь. Да, ну, в общем... «Снесли, ой, как грустно». Да, вот эти вот учителя. Одну из твоих 5-8 школ, сколько ты учился. Как мне её жаль, да? Ну, и вот эти учителя по английскому. У нас было вообще очень мало хороших, и постоянно какая-то хрень была, и мы, естественно, не очень всё это знали. Поэтому, да, тот английский, который я знаю, я его как бы сам выучил. Ну, ты хорошо знаешь. Не то, что вы прям супер-профи. Ну, во-первых, я знаю английский не... У меня общий нормальный, но у меня ещё специальный английский, типа музыкальный. То есть я... Это да. Ну, то есть все программы мои, весь софт, все там инструкции, всё на английском, всё приходится читать. Там, сведение, мастерин, такое-сякое записать, что это всё по-английски. Там всё только по-английски, поэтому... Нет, это не надо. Мне главное, чтобы ты общий знал, чтобы когда мы в другую страну приезжаем, чтобы я могла дурочку дальше играть. И английский это интересно, на самом деле. Вы учите английский, не будьте лохами. Нет, это интересно, но мне намного интереснее, когда мой муж знает. Ну, всё равно, не будьте лошками. Измерзли все. Давай. Супер-хорошо. Я буду с вами на любой группе, потому что я ни херища не знаю. Потому что у меня в еде. Извибридный показатель. Такая лапушка с лопаткой. Ялочка. Дарила штучка. Я так понимаю, что это наш университет. По всей видимости, мы идём писать тест, который поделит нас в группу. Это было очень страшно. Как в сериалах всяких. Нет, как в сериалах всяких. Я приехала из Москвы, ни разу ещё не была одной. Из большой деревни приехала. Да. В супер-бритонный мегаполис, понимаешь. Приезжают, тут мне в такую аудиторию. Ё-моё, как в сериалах каких-то, а? Да. Это реально страшно. Ещё у британцев свой акцент. Вот такой, ну, типа, ооо, вот этот вот правильный. Да, типа, британский правильный акцент. Я, мне очень тяжело было в лон, и когда мы были с тобой, очень тяжело их понимать. Там видео на ютубе, которые я смотрю с английским акцентом, очень сложно для моего уха. Мне проще английский именно американский, да. Очень интересно. Ну да, это на самом деле очень жёстко. Хотя правильный английский, и вот этот английский. Конечно, культурный. Я ещё угораю, я помню, что когда я написала тест, уже сдала, меня, короче, позвали, типа, там, ну, как комната отдельная есть, и туда по очереди вызывали. Я помню, что меня туда позвали, чтобы ещё устно со мной поболтать о чём-то, узнать, потому что тест я что-то написала, а надо ещё устно поболтать. Я помню, что мне, короче, показывают картинки всякие. Я, типа, должна... Oxford Street? Oh my God! Oh my God! Короче, оказалось, что мне показывают картинки, и я должна рассказать, что на них происходит. Там, типа, знаешь, картинка со свадьбы, или, там, картинка с дня рождения. Ну, как-то вот рассказать то, что, вот, типа, это там вумен, это мэн, там, между ними лав, там, как бы... Ну, короче, это дикий угар. Короче, это дикий угар, потому что я помню, что она меня чё-то... Или он показывает, чё-то мне объясняет. Думаю, твою мать, чё ты от меня хочешь? Я не понимаю, что? Я думаю, ааа... Пикча? Типа... Типа, фотки, ну да, ещё. Фотос. А надо было, оказывается, рассказать, что на них происходит. И потом я сижу и с девочками говорю, чё это за задание такое тупое, зачем вы на меня фотки показали? Она говорит, ну, надо было рассказать, что на них происходит. И я такая, да? Ну, короче, я вообще такая, там, тупая. То, что мы будем делать, писать эссе. Писать эссе у нас. Это, конечно, должен быть тест, я не знаю, где он будет. Ты прикинь, мне, да? Details, Fabrics, дают такую большую книгу пустую, говорят, пиши эссе. Что я напишу? Я уже не помню, что я писала, но чё-то написала. Left, right, to the left. Это я там узнала, это я ещё не знаю здесь. Уже есть карточка пекарина. Только что мы заполняли вот такие таблинчики, сейчас нам раздают тест, потому что это эссе. Ставьте лайк. Сейчас мы идем в твою аудиторию. Сейчас будет часть. Да, кстати, посмотрели это видео? Поставьте лайк. Да, пожалуйста. Вот сейчас как раз такая, это, напоминалочка. Вот, вот, сейчас. Прозвавается. Прозвавается. А? Listen. Listen, что-то там. Мы написали тест, нам дальненькие вот штуки, я вам показывала. И сейчас нас идут показывать, короче, где мы будем учиться, чё-то как. Ну вот. Очень хочу спать. Сейчас двенадцать. Такие дела. И, кстати, первую неделю мы будем учиться с двух часов дня до идти. Да, чё интересно, что у нас каждую неделю менялось расписание учёбы. То есть у нас было так, первую неделю мы сначала едем на экскурсии тусоваться, смотреть чё-то в Лондоне. То есть там не только учёба. Нам ещё всякие, я же там и парки была, везде много где была. А потом типа на учёбу. Сколько стоит поездка в Англию на три недели? Я уже не помню, слушай. Вот интересно. Я думаю, что по тем временам даже, я думаю, что не меньше триста тысяч. Это вот я так из головы примерно. Как ты туда попала? Я не помню, я же тебе говорю. Ну просто там нашли в интернете, может, как-то или кто-то. Ну мама нашла. Или мне кто-то рассказал, типа, поедет учиться. Но я там не с подружками ничего не ехала. Как-то узнали, и просто мама поехала в компанию. Ну как в турагентстве? Ты приезжаешь в путёвку, покупаешь на море? Вот то же самое. Ты приезжаешь, заполняешь документы, делаешь визу, разумеется. Понятно. То есть там же все ручки ездят? Я знаю, что можно визу там по образовательным целям получать и так далее. Ну прикольно. Двидцати вроде бы. Вот вторую неделю мы будем учиться с девяти до двенадцати тридцати. Короче, сейчас мы должны будем поехать вроде как на метро. Мы поедем смотреть Биг Бен. Я забыла фотоаппарат. Гоупро зарядился, зарядку забыла в Москве. Вот, на самом деле у меня настроение отстойное. И как-то всё надо управлять на двенадцать двенадцать. Короче, пока что мне здесь не нравится. Английский этот учить на привод. И англичане вовсюду. Учить чё-то надо. Чё учить чё-то надо. Зарядки забыла. Но я представляю, знаешь, я себя знаю. Настроение забыла. Я представляю, как я негодовала. Слышь, все мои планы хорошие. Я представляю больше, чем ты и вы все вместе взятки. Ты знаешь, какая я была. Я знаю. Если я что-то забыла в Москве, зарядку, например, это всё. Это день испорчен. Неделя. Месяц. Похоже, вероятно. Если комфорт всего этого нет. Почему-то мы бегаем постоянно. Я не могу отдохнуть нормально. Вот. Поэтому я не рада. Приехала учиться. Отдыхать не дают. Что-то никакого комфорта. В клубы не приглашают никуда. Ну, это я не люблю. Ну, просто комфорт. Там туалет. Одна струя тёплой воды. Это ж надо ещё их совмещать. Их надо совмещать. Дел полно. Настроение ноль. Дел полно. Учёбы дофига. Так что... Ты просто, представляешь, я и так без устрений. Я себе снимаю, какой-то мужик подходит ко мне и начинает кривляться. Типа, меня пародирует то, что я себе снимаю. Я такая думаю... О, боже. Этот мир ещё не знал, на самом деле, в тот момент, 14-й год, вот это... Результаты блогерства. То есть, типа, не было такого, что люди привыкли, в принципе, к тому... Да, они ходили и думали, ой, странно. Да, да, люди не видели... Ну, на самом деле, в Европе... Да, 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 там... В Европе было больше. Но всё равно, даже в Европе, я думаю, люди в 14-м году не были привыкшими к блогерам. Это сейчас уже... Это сейчас уже куда ни плюнь, там блогеры. Мамочка блогера, ребёнок блогер, из которого родители делают блогера. Всё состоит из вот этих вот... Блогеров, курсов по тому, как вести блогеров. Недоблогеров, недоучителей, каких-то... Да! Бред. В общем, да. А сейчас идёшь вот по улице, где бы мы ни были, там, во Франции, в Париже, во Франции, в Лондоне, в Москве гуляешь, и я... А, так вот, мы были с тобой в ЦУМе. Мы что-то гуляем в ЦУМе, смотрим, и Чувиха поставила камеру, и начинает трясти булками перед камерой. Я говорю, о, тиктокерша. Ну, типа, я уже... Меня это не удивляет абсолютно. Вот мне просто похер. Вот потому, что человек делает, сразу понятно, кто он. Вот если идёт себя, снимает блогер, особенно вертикально, горизонтально снимает блогер, ставит камеру, трясёт булки, делает какие-то штуки, тиктокер, тот, который постоянно фоткается и, типа, с подружкой ходит где-то фоткаться, значит, инстамодел. Ну, короче, вот такое. Видите, да, мир изменился, не в лучшую сторону. Да, зато мы можем давать определение людям, которые... Появились новые звери в зоопарке. Ну, мы тоже к ним относимся. Я тоже, да. Ну, мне норм, знаешь. Я думаю, мужику горю. А нажимать надо? Англичанину. Господи, тут так тихо, я не знаю. Когда думаешь, что тебя должны все понимать всегда. А, что я не понимаю? Слушай, некомфорт. Вообще, дит... Дит, я с моим, не понимает. Это не тот фабрик. Да. Мы походим к Биг Бену и не дерпится его увидеть. Ну, я впервые сейчас, ну, посмотрю на Биг Бен не реставрированный. Потому что, когда мы были там, они вот строили. Они уже начали... Они, когда мы там были первый раз с тобой, они начали... Внизу было зеленкое. А когда уже второй раз, он полностью был закрыт. Давай посмотрим. О май гад. О май гад. О май гад. Я в Рэй Бен. На фоне Биг Бен. На фоне Биг Бен. Да. Не знаю, там еще с тобой, но в саде меня Биг Бен. Вы понимаете, да? Крутотеньюшка. Вот эти маски с конем были популярны. Это же время, когда Harlem Shake. Harlem Shake. Похоже? Не, не могу воспроизвести. Я просто помню сначала, что-то Harlem Shake. Там слишком много звуков, один не из даших. Дабстеп, по-моему. Типа, дабстеп был тогда популярен. Лондон, типичный. Я не знаю где, но здесь она будет красивая. Итак, ребят, сейчас мы идем через парк. К Криньевскому городу. Здесь все очень красиво. Разгулялась погода, мне даже жарко. Я хочу в Лондон. Ну, здесь пока ничего особенного. Ну, просто парки, вот эти красивые атмосферы. Street, Oxford Street. Летом бы туда сгонять. А помнишь, сколько мы с тобой денег там потратили? Дофига. Ну, летом бы с туда сгонять вообще классно. Да, я ни разу там, мне кажется, летом не была. А когда мы ездили? Мы постоянно ехали. Мы ездили один раз вообще осенью, в ноябре мы были там, когда с Seat'ы летали брендом. Да, и второй раз уже... А другой, а это второй раз был. А первый раз мы ездили с Capital School, помнишь? Да. Но это тоже не лето. Или лето было. Не помню. Мне кажется, это было лето, но холодное. Холодное. Я буду ванильная. Тут было много птичек, но все улетели, потому что я бывила с дедом. Короче, мы сейчас находимся в парке каком-то. Он очень красивый, мне очень нравятся здесь парки. Они совершенно не похожи на те парки, которые у нас в Москве. Такие кисы! Какая киса? Это я хотела сказать. Кисуля! Дайте почесу. Почесать, почесать. Позор, подрогать. Я трогаю. О, Господи, вот это камер. Ты такой милый, как он гнется. А там еще? Хотя я просто такого в Москве не видела. Контент, который мы заслужили. Смотрите, как он тебя грызет. А он уже не грызет. Красивая такая. Мужики, хайки. Итак, я стою напротив... Ну нет, за меня он. Напротив киргенского, вот там на дворцах. Ой, и спать. Так правильно. Киргенский борец. Киргенский? Киргенский борец. Киргенский борец. А, девочки такие, а, за***ла, тупая тпшка. Букингемский дворец. А мне, кстати, вот я никогда не была такой... Вот... Не, конечно, у меня бывает такое, что я боюсь показаться тупой, но сейчас нет. Ну и тогда, в принципе, знаешь, я думаю, если я что-то не знаю, то мне пофиг, я не знаю. Я и тебе, бывает, так говорю, глупые вопросы задаю. Ты такой, типа, зай, ты чё? Я говорю, а я ничего не знаю, я не знаю. Я уже вижу, как это видео разлетается в ТикТоке. А, чё, я ничего не знаю. Ну, не стыдно, нет, признавать свои ошибки не стыдно. Ну да, не все умные, не все вундеркиндеры. Ну, вы поняли, я напротив него. Букингемский. Букингемский. Вот, сзади меня он. Я здесь часто тусуюсь. Живу. Я сегодня. Дом, короче. Помотан. Здорово, пацаны. Как вы поняли, я уже пришла домой. Мы зашли в Мак. Я взяла покушать, потому что я не пойду кушать ужином здесь. Ну, в том, что он здесь, ну, как бы так не думает. Вообще, здесь еда мне не нравится. Чё за мах? Ладно. Так вот, еда здесь мне не нравится. Это разве честь, я не поняла? Понятно. Такой тебе тут пирожочек посмотришь. И очень там жирная. Я не знаю. Я там жирная, но когда я оттуда уезжала, я была ещё жирнее. И ещё более прыщавой, потому что я каждый день кушала Макдональдс два раза. Жесть. А у меня... Вот сейчас я могу два раза Макдональдс кушать в день, и я не поправляюсь. А тогда у меня метаболизма такого не было. Да. Но ещё у меня есть одно светлое такое, или тёмное, я не знаю, как лучшее воспоминание про Лондон. Мне очень понравилась манго. Мне кажется, я в первый раз там вот манго начала кушать. Я его каждый день ел очень много. И я на всю жизнь запомнила, что нельзя очень много есть манго. Обосрадушки наступят. Манго — это дичь. Это, конечно, грязные подробности, но это манго, да, оно что-то сделало с моим организмом, пищеварением, не знаю, обработкой пищи. И каждый раз, когда я хоть маленький кусочек чего-то себе, ну, в желудок ко мне попадала, мне нужно было идти в туалет. Это, я не знаю, как это. То есть одну палочку Twix я съем, нужно идти. Это всё, спасибо, манго. Не ешьте много манго. Особенно в путешествиях. Подумала, что я ему сказала с перчиком. На самом деле надо было сына и дать, но ладно. А ведь там их нет сегодня. Так и вчера в Лондоне. Но я не об этом. Сегодня мы ездим смотреть Big Ben. А, это на второй день мы поехали. У меня слухая, потная, вонючая. Я сейчас переоденула их, чтобы вам было не так неприятно. Просто реально. Вот, сначала холодно, потом жарко. Я ненавижу здесь погоду. Короче, я был очень клёвым. Мне очень понравилось смотреть на достопримечательности Лондона. Это реально очень-очень красиво, как и во всяких фильмах, сериалах. Кажется типа вау-вау-вау. Это реально вау. Вот, сейчас мы не пришли домой. Сейчас пол шестого. Ладно, давай смотреть следующий. Так, это мы посмотрели первый Big Ben. Теперь мы будем смотреть вот этот. А это чё? А это чё? А сейчас я расскажу. О, на то, это ты, исторический, натуралистический музей. Так, я прочитаю. Всем приветик. Сегодня мы посетим два музея. Один V&A, крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна, основан в 1852 году. А второй Natural History Museum, один из трёх крупнейших музеев. Почему я продолжаю? Я не так и говорила. Один из трёх крупнейших музеев, расположенных на улице Exhibition Road в Южном Кенсингтоне. Коллекция включает в себя более 70 миллионов экспонатов по ботанике, 6 миллионов растений, в скобочках, зоологии, 55 миллионов экземпляров животных, половина из которых это насекомые в отделе энтомологии, в скобочках, минерологии. Конечно, из Википедии. 500 тысяч камней и минералов, в скобочках, и палеонтологии, 9 миллионов от фастанков. Также улица Бейкер-стрит, на которой жил Шерлок Холмс по сериалу или фильму. Я только фильм смотрела, но давно, поэтому не помню. Ну, в общем, крутяг. Это самое классное. Вот, в общем, крутяг. Ну, в общем, закончить всегда нужно как-то, типа, в моём стиле. Ну, короче, вы поняли, погнали. Ой, такой вообще кадр. Диетейлс какой-то записываешь. Ой, блин, ребята! Если этот дидас наберёт много просмотров, мы с вами продолжим. Если вы уговорите моего мужа, его уговорить легко, нужно просто подписаться на его канал. Some details. Да, потому что он не любит сниматься, ну, как бы, вот, работать на мой канал. Он хочет, чтобы только я на его работала. Ты подписала контракт. Неправда. Зачем ты глупости говоришь? Ты сейчас тоже подпишешь. А что, это тебя оскорбляет? Что это в две стороны будет работать. Это тебя оскорбляет? Нет, она вообще-то в моём видео на канале сказала, что будет на меня работать. Мы всё подписали. А ты теперь скажи в моём, что будешь на меня работать. А я всю жизнь буду на тебя работать уже. Мы же всё подписали. Так вот, значит, ты тоже должен со мной снимать. Да, но я всю жизнь в общем, а ты именно конкретно на YouTube-канале у меня работаешь. Моя китюня. Ну что, продолжаем! Музей искусств любите, да? Лайк поставьте. Я так понимаю, что это наш университет. Видишь, как клёво я обрабатывала днём ранее. Так что... Итак... Это как мы с тобой сериал смотрим и нам показывают, что было в предыдущих сериях, чтобы ты освежил память, а то вдруг ты забыл. В этом-то и смысл, в этом-то и фишка влогов. Ну что ты хотела говорить? Хотела бы пойти себе налить компотико ещё. Ё-моё! Всем огромный привет! Сейчас вы видите, как начинается моё утро. Сейчас я буду кушать фрукты. У нас выключили интернет вчера, типа он сломался. И мы вчера все были в диком шоке, очень агрессивные все были. Потому что всем нужен интернет. Я вчера вообще не сидела в утро. Ой, слушай, это же выпрямитель, которым я до сих пор пользуюсь. Он так долго служит мне, капец. Просто почему-то сейчас, когда я волосы выпрямляю, такая клёвая соска, а там почему-то я как-то не очень. Ты мне вот скажи, вот есть такая штука, вот Dyson называется. Она делает вот эти функции, как и вот этот выпрямитель? Нет, выпрямитель это выпрямитель. А, это другой прибор, да? Да, но у Dyson тоже есть выпрямитель. Ну ладно. Но он мне не нужен. У Карины выпрямитель Dyson, он тяжёлый просто. Ну, если бы подарили, конечно. Да-да. А ещё я, знаете, о чём подумал? Вот выключили телевизор, выключили Wi-Fi, и ты сказал, что все злые ходят. Да. Вот все люди, большие люди мира всего пытаются уничтожить человечество, вот там вирусы посылают всякие там и так далее. Всё просто, выключите интернет всем. Да, точно. Мы все, мы сами друг друга поубиваем. Слушай, а куда деваться? Извини меня, сколько людей работают онлайн? Будем все работать оффлайн. Какая проблема? У меня образования нет. Вот понадобится образование. Ладно, пойду в уборщице, открою клининговую компанию. А я, кстати... Оффлайн не надо, тоже образование. Ты там можешь где-то просто по подсобным рабочим устроиться. Образование не надо. Типа ящики таскать, продукты разгружать. Нет, мы не смеёмся, а каждая профессия — это профессия. Я работал по подсобному рабочим. Нормально работаю. Ну, ты меня устроишь туда же, по знакомству, типа... В пытьях? Да. Ладно, давай. Для меня это просто убийственно. Ещё мне в пангу учиться, я вам говорила, что... Короче, я думала, что я буду тут хотеть учиться, я сюда ехала. Ну, блин, буду прибылом учиться. А сейчас, ты понимаешь, у меня всё так в пангу. Это просто мой мод. Я думаю, я сюда приеду, захочу учиться, а у меня так в пангу всё. Вообще капец. Мне даже в пангу сейчас ехать в какой-то музей, я успела. И, короче, здесь нельзя... Это... Отдыхать дома. И вчера у нас в расписании была дискотека вечером, и все обязаны на неё приходить, потому что, типа, политика школы такова, что все должны чем-то заниматься. Я считаю, что это дичащий бред, потому что, например, я устала очень сильно. Я помню, как я возмущалась по этому поводу, когда нам говорила вот эта вот Даша, по-моему, наша, как бы, главное, что, ну, как бы, ну, нельзя, все должны прийти, все должны увидеть, что вы пришли. Это просто, знаешь, меня преследует, блин. Это тоже так же с мероприятиями, да, на которые я не хочу идти. И мне, например, менеджер говорит, типа, Юль, надо сходить, надо, чтобы тебя все там увидели, понимаешь, сука? Я ненавижу. Можно просто дома быть. Я ненавижу это. Они могут меня видеть в интернете. Я хочу быть там, где я сам хочу быть. Я не хочу быть там, где я обязан, типа, быть. Меня это абсолютно раздражает. Эти куча... Куча этих мероприятий тупых, бесполезных. Болели ноги, болела спина. Я обязана идти на какую-то дискотеку. Я не обязана там тут свадьбу, я обязана там присутствовать. Мы пришли в утро. Сейчас я покажу, как здесь работает. Здесь удобно, да? Здесь как раз, что можно взять здесь. И никто не идет к тебе напролом. Кроме этого. Я сейчас прям генерирую видео, а потом посмотрим, когда это сбудется. Конечно, сейчас из-за карантина и так далее, это не может быстро произойти. Хотя кто его знает, да? А что, мы вот были? Где? Ну, куда мы ездили? Ты когда последний раз, до... после карантина, был в Париже, в Англии, да? Когда ты был? Это же наши любимые страны. Мы туда с тобой по 500 раз едем. В Париже мы вообще, наверное, штук 5 были. Ну, ладно, мы же не 5, но раза 4 мы там точно были. Мы уже там все улицы знаем. Странно, что метро до сих пор не выучили. Не можем мы. Не дается нам метро во Франции. А я что хотела нагенерировать? Вот я очень хочу в Лондон и в Париж. Но я хочу так, чтобы пришел какой-то бренд и сказал, типа, блин, у нас там будет, короче, вечеринка. Вот буквально мы вам 3 дня в отеле оплачиваем и билеты купим. Но, типа, вы приезжайте там, сделайте постики, сторисы. Соглашаемся. Сразу говорим, что обратные билеты нам понадобятся попозже. Бронируем сами отель. И за счет бренда улетаем обратно. В облака. Заряжаем, да? Вот я люблю такие поездки. Мы так, кстати, два раза с тобой в Лондон ездили. Нас приглашает бренд. Мы тусуемся с брендом. Потом мы чуть попозже обратно поедем. Вы нам билеты на позже возьмите. Они же как бы оплачивают. Вот. И они, ну, как бы им какая разница, на какое число оплачивать. Им все равно надо оплатить. А нам супер. Поэтому вот так с удовольствием поеду. Да. Поедет, приглашает. Да, а то билеты тоже как бы денег стоят. Да и вообще дорого. Ты как быстро приехали. Там уже зашли. Красивая станция. Здесь, когда выходишь из утра, тоже надо, короче, что-то сказать. Иначе по-другому не вытушишь. Я заметил, что музыкант стоял на определенной, выделенной для музыканта месте. Типа сцена какая-то такая? Типа сцена. И если это ты только что вышла из метро, это значит, все это, ну, метро принадлежит. Это переход, типа, в метро, да. Это в четырнадцатом году. Да. А у нас такая хрень с музыкантами, с выделенной сцены именно в метро появилась, типа, года три-четыре только назад. Это есть? А тут я даже не замечала, я привыкла, что бывает в метро. Ой, я же плюнула тебе в сок. Извини. Да ничего. Ой, опять что-то вылезло, я хотел бы шутить. Все, все. Я что-то хотела сказать. Вот я сейчас сижу и восхищаюсь Лондоном. Думаю, блин, почему я не могу так восхищаться Москвой? Можешь. Не получается. У нас же уже тоже вот и музыканты как у них. Да дело не о музыкантах, нахрен мне эти музыканты в метро, я туда не спускаюсь, я их все равно не увижу и не пойму, что они там себе вормочут. Я не про это. Я про то, что вот я смотрю и думаю, господи, Биг Бен, господи, какие музеи невероятные, господи, парк аттракционов, какие красивые дома, архитектура. А в Москве что? Вот расскажи мне, ты же знаешь Москву. Конечно знаю. Ну что, что? Третьяковская галерея, Красная площадь. Музей Пушкина, Третьяковка, конечно. А что еще поинтереснее, поинтереснее? А что интереснее? Ну какой-то музей с динозаврами там, я не знаю. Ну да, может, у нас нет каких-то там супер вот таких. Много чего нет. У нас просто свое это. Зай, нужно, конечно, нужно, нет, не довольство, нужно любить. Я люблю, я люблю, вот я тебе так скажу, я люблю свою страну. Мы просто, у нас все по-другому. А что значит патриот, Зай? Это значит, что я, типа, что? Что? Люблю свою страну? Или что это? Ты любишь то место, где ты выросла, где ты родилась. Но мне при этом может что-то не нравиться в моей стране? Или вот я такой патриот, что мне это нравится? Нет, я считаю, что патриот это тот, кто видит и плохое, и хорошее. То есть видит плохое, хочет сделать это хорошим, и видит хорошее и ценит это хорошее. Вот кто патриот. А не все эти псевдопатриоты, которых вам там показывают по телевизору. Не знаю, какие телевизоры там слава смотрят, я смотрю только Netflix. Ну там на Netflix точно русских патриотов нет, это факт. Нет, ну просто я так скажу, вот я в каком смысле патриот? Я не представляю свою жизнь в другой стране. Я так люблю Москву, это мой дом, это все мое менталитет, даже гнилые, паскудные люди, это тоже мое... Все-таки любишь Москву, это радует. Люблю, это же мой дом, конечно. Тут типа паштет такой, как здесь, в Лондоне не продают, я не могу. Сырных соусов в Макдональдсе нет. Это просто элементарно то, к чему я привыкла. Докторская колбаска, да, в синюге. Это такого там нет. И это даже не из-за этого, конечно. Просто это мой родной, язык мой, все, страна моя. Ну, наверное, я патриот, слушай. Да нет, ни хрена ты не патриот. Да как я не патриот? Мне просто нравится у них инфраструктура. Нет, ты не патриот. Ты просто любишь комфорт и удобство. Ну. Слушай, вот, например, за границей в отеле шикарно, мне тоже комфорт и удобство. Извини, ну, как бы ты. Но у меня там не живет вся моя семья, понимаешь? Там нет всей моей любимой еды. Нет, ну, значит, и комфорта. Нет моих родных мест, детства. Да что ты со мной споришь, я же прав. Короче, если бы я родилась не в Москве, я была бы патриотом в другой стране. Да ты не патриот, зайка. Да, а как? Ну, кто же я тогда? Да, зай, ты не патриот. Ну, почему? Да потому что. Патриоты не так живут. Так мне комфортно в Москве, мне хорошо, я люблю Москву. Патриот, который любит свою страну, защищает ее. Я ее люблю, защищаю. Только попробуйте мне что-то сказать. И делает лучше. Я делаю лучше. И борется за то, чтобы здесь было лучше. Вот это настоящий патриот. Я борюсь, чтобы здесь было лучше, чтобы люди стали добрее, чтобы люди были счастливей. Своими видео их радуют. Зай, я патриот! Да, хорошо, ладно. Напишите в комментариях, патриот я или нет. Что хотите, то я делаю. А ты что, патриот? Я бы хотел им быть, но пока, наверное, я им не стал еще. В плане, нет, я люблю свою страну. Короче, вот в чем все. Для того, чтобы быть патриотом, по моим словам, для этого нужно что-то делать. Я ничего пока не делаю, поэтому я... Не знаю, мне кажется, ты просто любишь и все. Нет. Ты не патриот, я знаю, что ты не патриот. Ты можешь жить там, можешь жить там. Тут была бы возможность, ты бы вообще в другую страну свалил, да? Нет, если бы у меня были деньги, была бы возможность, да, может быть, я бы и свалил в другую страну. Я этого не скрываю. Но при этом я обожаю, в смысле, не обожаю, я люблю именно Россию. Я ее именно люблю, просто потому что такой другой нет. Да. Меня безумно ранит все, что происходит здесь, несправедливого. Безумно ранит. И была бы моя воля, я бы все это исправил. Но у меня нет этих ресурсов и возможностей. И только поэтому ты не патриот? Я не патриот, потому что я ничего не делаю. Ну как не делаешь? Даже вот нет ресурсов, я говорю, где-то себя оправдываю, это факт. Я мог бы там что-то куда-нибудь встать, пойти, что-нибудь сделать, решить. Это не говорит о том, что ты патриот, от того, что ты пошел на какой-нибудь там протест, например. Я не говорю. Ты слышала, чтобы я про протест сказал? А куда встал и пошел? Куда ты еще можешь пойти, встать и пошел? Реши чью-то проблему, там, не знаю, там, проблему. Каждый день чьи-то проблемы решаешь, зай. Ну нет, зай, так это не работает. Хорошо, люди в комментариях нам лучше напишут, что значит патриот. А люди как в комментариях могут что-то лучшее знать? С чего бы? А что, ты думаешь, ты самый умный, что ли? Я просто говорю, выражаю свою точку зрения. Они могут просто выразить свою точку зрения, но они не могут лучше что-то знать. Ладно, по моей точке зрения, я вот просто что поняла, пока мы общались, я патриот не России в общем, а Москвы. Ты москва-триот. Я патриот Москвы и мест, где у нас дача находится. Молодец, молодец. Я человек домашний. Вот все, что нужно знать Юле как патриоте. Нет, я люблю всю Россию. Ее дальние уголки, Хабаровский край, Архангельская область. Я не могу сказать, что я восхищаюсь всей Россией. Тульский район, вот мы сейчас в Туле были на юбилее моей дедушки с бабушкой. Тульский район, прекрасное место, река Ака просто восхитительная. Я бы с удовольствием все это объявил. Я люблю. Мне просто жалко. Мне жалко, что люди... Где я все это стою? Господи, да бог с этими деньгами. Вы все меряете деньгами. Просто жалко, что люди живут в таких условиях. Мне просто жалко, что люди, которые называют себя патриотами, этими патриотами никогда не являлись и являться не будут. Ой, Зая, открывай политический канал. Чего ты реакции какие-то снимаешь? Ты просто задела меня. За больное? За больное, за живое. Ладно, я просто хотела сказать, что у Лондона классные движухи есть. Музеи, аттракционы. У нас тут нету. Но у нас тоже есть музеи. Ты в Третьяковке была хоть раз? Не знаю. Хоть раз была? Слуха, отлично. Хоть раз была, скажи. Ну, не знаю. Один раз была? Да нет. Нет, не была. О чем ты вообще говоришь? Ну, мне интересно. Я ездила в дом бабушки Пушкина, блядь. И кто я была? Честно, со своей Третьяковкой. И ничего там интересного. У нас здесь много классных экскурсий, о которых ты не в курсе. И тебе это просто не интересно. Не потому что ты не в курсе, а просто тебе это неинтересно. Неправда. Вот последняя экскурсия, на которой я был, это исторические домашние нашего дизайнера. Дизайнером этого. Да не художник, он. Архитектор Шехтель. Который все в центре, очень много классных домов построил. Вот я был на этой экскурсии. Ну, я гулял по ней просто. Я мимо Третьяковки ходила. Я просто все включил там в наушники. Это дом Шехтель. Да, да, давай мне, давай. Ой, не могу. Все, ладно, смотрим дальше. А то сейчас опистились. О, Альберт. Серьезно, Альберт. Альберт. Может, там Шарик какой был? А, его Альберт зовут. Видимо, у него написано Альберт, типа. Да, это твой сын вырос через 35 лет. И Шарик коммутировал. Метаморфоза произошла. Не, у него, видимо, на бенчике был на бенчике. Ну, понятно, да. Причем, кстати, а мы с тобой же тоже были в этом, по-моему, музее, да? Да. Помнишь, там, это мы с Capital School ездили. И там заход через метро, как бы, в этот музей. Natural, да, который? Да, 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 да. Да, да, да. Я хочу сказать, что я обожаю музеи, в которых можно снимать. И я не понимаю, вообще, существуют музеи, в которых нельзя снимать сейчас? Думаю, да. Мне кажется, вот из Ленина... У Ленина. Вавзолей. Так. Сука, нет, в чем прикол? Уберите, уберите труп с Красной Почти, пожалуйста. Я вас умоляю, люди, проголосуйте. Я надеюсь, из-за твоих высказываний мне не заблокируют... Уберите, боже, вы просто, вы дебилы, если вам это не мешает. Ну, реально. Да, и когда кого-то очень сильно любишь, хочешь... Чтобы он всегда был рядом. Ну, так пусть те, кто его любит, у себя там его... Ну, не могут они его поделить. Так за стеночку его надо, за стеночку вот этого, за красную нашу стеночку. Что вот он, он лежит в этом, на Красной Почте, где я гуляю иногда. Положите, возьмите эту хуйню и перенесите просто за вот эту вот стенку, блядь. Да, и перенесите за красную стенку. О, господи, за это точно заблокируется. За что? Ну, я не знаю. Перенесите его просто за... Какой-нибудь патриот Ленину получает. Ой, блядь. Ну, я не знаю, ну, я согласна, это странно. Да про это даже программы снимали на этом, прямой эфир там, или пусть говорят, не помню. Короче, мы не про это, про камеры. По-любому есть до сих пор, это нормальная практика. Да. Ты знаешь, почему они это делают? Ну, зачем им это всё показывать? Ну, это моё мнение, я не знаю, правда это или нет. Зачем им это всё показывать другим людям через камеры? Пусть люди приезжают и смотрят. Да, ну вот взять, например, давай возьмём вот один из таких... Это первое, подожди, это первое. И второе, наверное, тоже ради защиты. Защита? Я согласна. То есть, если ты там будешь снимать все вот эти вот мелкие детали... Но ты же понимаешь, что такие серьёзные музеи, например, как... Details Fabric. Ну нет, например, Лувр в Париже. Слушай, когда там сказали, я увидела, что все стоят и фоткают Моно Лизу... Джакон, ты понимаешь? Знаю, как её звать. Думаю, как так? Почему можно? А если я её сфоткаю и распечатаю? Всё-таки небесполезные у нас не это... путешествия бывают. Зай, я и до этого знала. Ты вот меня так, конечно... Да, в чём-то я тупая. Ладно, ладно, продолжай. Я говорю, что я удивилась, то что, знаешь, одно дело, когда тебе разрешают динозавра сфотографировать в национальном каком-то, да, вот, историческом музее. Это одно дело, ещё не факт, что он настоящий, его Костя. Но когда тебе разрешают фотографировать, снимать Моно Лизу, например... Кстати, мы были в Лувре в Абудабе, и там спокойно можно фотографировать. Да, единственное, что там... Но они поставили на каждом углу по говнарю, который смотрит за всем и следит, и смотрит, что ты делаешь. Поэтому, ну... Ну вот поэтому и разрешают снимать, потому что там всегда стоит охрана, там супер всё, ну, как бы охраняется. Поэтому глупо, типа, то, что вот ты снял, типа, углы, чтобы потом прийти своровать Моно Лизу. Типа, это ещё... Да, да, ну то, что я и сказал. Ты молодец. А ты, типа, просто подытожила то, что я и сказал? Да. Усайка моя. А чё ручки такие холодные? У тебя что, носки холодные? Нет, у меня тёплые. А чё руки холодные? Да, я писую. А, люблю тебя. Какие усы повредят. Сейчас будем смотреть, чё тут есть в этом музее, и можно снимать. Ура, ура. Я хожу по музею, ещё у меня ловит Wi-Fi, поэтому я отправляю видосики по WhatsApp. Вот, смотрим, смотрим. Нет, на самом деле, я не верю желания, тут прям там где-то сматываться. Мне просто чисто позырит. Чё ты позырит? Позырит. Вот позырит. Просто есть музеи, вот реально, вот что-то интересное там. А вот то, что я сейчас увидела, то, что я показываю, мне это и сейчас неинтересно, если честно. А ты ничего не показала нам, я ничего не увидел. Я увидела, а как ты не внимательный. Я внимательный. Я увидел две куклы и одну большую картину, вот всё, что я увидел. Ну, посмотрим дальше. И две куклы, может, и не очень интересно, а вот большая картина мне была бы интересна. Ты же даже не знаешь, кто её нарисовал. Не знаешь, какой век. Всё равно не запомню. Блин, в картинах вообще кайф. Вот нужно уметь искусство читать. Там в картинах цветовая палитра, мазки, техника. Это надо любить. Это нужно уметь читать, не то, что любить. Если ты не умеешь читать, то как бы ты не любишь. Ну, не знаю, этим надо интересоваться. Вот если бы я рисовала, художником была бы, я бы приходила в музей и разглядывала бы пять часов картину. Господи, какой кистью он здесь прошёлся, а это что? Какое масло у него тут интересно? Три процента жира. Зря ты смеёшься. Я не смеюсь. Я говорю о том, что я это не понимаю. Это очень интересно. Потому что не знаю. И если вам это не интересно, попробуйте просто в это вникнуть. Погуглите, посмотрите. Там всякие жанры в художественной живописи присутствуют. Там их дофига. Там абстрактная живопись, там модернисты и так далее. Это интересно. Просто ради кругозора. Чё вы, не будете же вы... Не тупите, не тупите. Заль, ну это вот не так работает, понимаешь? Кругозор. Ну вот да, я посмотрю на то, что мне неинтересно. Узнаю, когда это было нарисовано, написано. Изобретено. Ты наоборот сейчас людей расслабляешь. Я не расслабляю, Зай. Ты их расслабляешь. Просто нужно не распыляться, понимаешь? Вот тебе что-то интересно? Вот изучай это. Извините, если вы не сможете поговорить там с каким-нибудь умным человеком по поводу живописи, вы можете не поступить на работу, например. Вот я сколько умных людей не встречала, очень редко, что мы вспоминали про живописи, и поэтому... Нет, это знать-то ради бога. Я не знаю, кого ты умного встречала. Можешь пример привести? Вот я о том же вам и говорю. А ты кого встречал, с кем ты про искусство болтал? Вот у меня друг в Питере, который богатый. Очень умный, с ним можно обо всём этом поговорить. Он шарит во всём этом. И любит самое главное, у него дома там всякой всячины полно. Понятно. Ну вот он и любит, потому что ему это нравится. Ну, я хотя бы какой-то пример привёл. Не знаю, ну ладно. С бабушкой. А что? Слово сказать, твоя бабушка молодец, а с ней можно... У меня бабушка очень умная в этом плане. С ней про религию и про историю можно поболтать. Мне про что хочешь поболтать можно. И про искусство, у неё есть книги целые с картинами. Кто написал что? Ну, я с ней об этом не разговариваю. Ну ладно, бабушка... Алло, поговори! Это чьё-то ложе. Вот, всяких королей и всяких. Чувак Андреев. Тут вообще-то нет людей. И тут все знает, они вот меня смотрят. Как-то все странно как-то. Короче, мы решили всё-таки пройтись, посмотреть, что здесь. Смотрим. О, наверное, не про это говорили? Это типа... Такие брюлики всякие. Что за чудовище. Надо всё покатить. Потому что видео-то у меня нет. Лай-мей, бай. А прикольно, кстати, платья, знаете, которые раньше носили. Вот это чё, мне, понимаете? Если тебе что-то купить, то можно. Да, давайте на неё купить. Да, можно бабушке, конечно, очень купить. Вот кому я всегда что-то из таких музеев привожу, так это бабушка. Она точно заценит. Я помню, мы с тобой вместе в Лувре какой-то из разов были. А мы каждый раз, когда в Париж приезжали, мне кажется, в Лувр с тобой ходили. Хотя зачем нам каждый раз? Ну, мне кажется, пару раз мы там были. Один раз мы внутрь заходили и долго гуляли, а другие разы мы просто приходили пофоткаться с ним. Ну, типа... Но в Лувре мы не были. Ну, да-да. Ну, короче, в какой-то из разов, когда мы были в Лувре, я помню, что я бабушке там купила очешник с Моной Лизей. Красивый. Помнишь? Я помню. Очень красивый. Ну, и не только очешник, конечно, еще там что-то брали. Ну, просто я помню, что вот очень красивый очешник, он такой прям в цветах картины и там, ну... И качество материала, ну, фабрик, знаешь, еще... Детейтелл. Я хочу вот эту руку. Что это такое? Покажите. Матерь Божья, смотрите, это концон. А чего она такая маленькая? Что, я думаю. Почему такая маленькая? Вау, какие маленькие. Мне очень сильно нравится этот браслет, и, наверное, я его возьму. Да, я его взяла. Скорее, мы нашли, короче, в еще один половину юлии. Мне кажется, я не так давно нашла этот браслет, и думаю, господи, что за говно такое? Небось, где-то на рынке отхватила. А я его, оказывается, из Лондона привезла, понимаешь? Музея. Небось, бешеный бабе стоил. Да. Ой. Стопом больше всякие кусочки для закроток. Я достаю, немножко залипаю. Короче, я решила пойти в парк, потому что она как будто здесь рядом. Ой, здесь реально очень красиво. Вау. Слух у меня GoFru не работает. Потому что я сделал зарядку, а у меня неодореку. Так что я сейчас тут пофотаюсь и вернусь. Каждый раз, когда мы уходим в метро, на нашем районе, у нас такая тема, у меня была бригада, потому что я сзади хочу туда дойти. Чувак, шпала такая прошла. И потом у нас будут занятия. Я так не рада, я думала. Сейчас придут там и заберут нас, распределят по-другому. Итак, мы сидим в аудитории, в которой мало места. Сейчас будут распределять. Один, а мы сидим. Все, вот так уроки проходили. Из разных стран приезжали. Такая драма у нас. Таиланд. 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 Бангкок. Бангкок. Я такая, Бангкок, типа. Я такая, ты Бангкок, типа, знаю. Услышать. Да, да, напиши Бангкок, вообще. Реально, точно. 100%. Типа, вспомнила, но чуть попозже ее. Да, да, да. Ну, типа, нет, ты даже как бы об этом думала? Да, да, да. Она просто первее тебя это сказала. Ой, я так не любила эти уроки. Это так некомфортно. Мне это же с ними общаться на английском своим ломаным надо. Да, да, да. Да, да, вообще скучняк. Мы прошли в Маккок, потому что мы не ужинали, мы решили поможем с Майдером. Но мое несчастье, Макдональдс у нас рядом с домом, и я заставляю девочек поднимать в Макдональдс. Потому что я люблю Маккок. Я обещала Харине, что я побудею, но она не побудеет. Но, видимо, нет, не сегодня. Короче, напрягает, что мы идем заниматься спортом, вместо того, чтобы ехать на станцию, ну, на нее посмотреть. Потому что она была бы интереснее и болезней была бы для нас, учитывая, что мы не живем в Лондоне и не можем завтра пойти спокойно и пойти это посмотреть. И этом еще очень интересный факт. Мы обязаны ходить на эти всякие спорты, на дискотеку, все, что начинается с 7.30 до 10. То есть я не могу посидеть дома, если я устала, хотя я тут ужасно устаю, не высыпаюсь. Вот мы пришли в этот парк, в который мы перлись минут, наверное, 15-20. Мы пофотались около фонтана, пофотались напротив цветочков. Странно выглядит, да? Да, мы туда пришли и ушли. Мы их шли в 100-900 лет. А логики нету там. Вообще. Вообще нет. Аня вас потом возьмет и вылетит. Нет. И, кстати, мы идем домой. Там Wi-Fi. Там подписывайтесь на меня в Согроме. Это идиот. Да, кстати, да. Да, очень. Очень. Красивый год. Ты можешь спустя это слово? Нет, я хочу, чтобы она належала на дерево и скинула мне белку. Мы хотим найти белку и сфотаться с ней. Интересно. Ну, это неинтересно. Это другой музей. А в нем мы были с тобой? Нет. Это, по-моему, натурал. Мне кажется, значит, мы в нем были с тобой. Там, по-моему... А, или не там. Я вообще даже... Эскалатор. Я даже тот не помню. А я его не показала ни хрена. А. Да. Вот в этом мы были. Помнишь, китайский, нет? А, это типа на землетрясение. Как землетрясение было. Сейчас все будет трястись. Нет? Нет, ты ебал? Как это был? Мы сейчас обсуждаем, были ли мы тут, нет. Ну, я здесь не был. То есть, вот, когда мы были в Лондоне, мы не заходили сюда вместе с тобой. Вот ты одна здесь была. Это я бы запомнил. Сейчас, короче, покажем землетрясение. Сейчас вы можете трястись. Был. Сколько я захожу? Был. Я считаю, просто что... Это, короче, типа, будем оказывать, что землетрясение было. Ну, там-то пожестче видосики, я смотрю. Ну, понятное дело, да, но это типа как имитация. Да, я смотрю, что видосики там-то уже херачило так, чтобы все с ней слетало. А здесь так, спокойненько. Блин, на самом деле это очень страшно. Вот землетрясение меня вообще-то жутко пугает. Я тоже катаю. Ничего себе! Вот это ищем. Ой, боже, мне страшно. Сепер. А это что? Крутишь и что-то с водой расправляю чем-то водой. Типа, видишь, можешь сделать водоворот, если закрутишь, а если в другую... Странная какая-то игра. Вот такие я люблю узи. Ух ты, ух ты! Ух ты! Ух ты! Вот это натурал. Да, наверное. Как противно. Ни хрена себе. А тот какой-то в Виэндей. Вот они сколько куриц щипали. Ха-ха-ха. О, ни хрена, ребят. О, боже, тут головы! Да, я так и снимаю, конечно. Хуёво. Да. И... Итак. Обычный мой день. Нет динозавра. Нет динозавра. Нет динозавра. А-а-а-а! Это из, знаете, чего? Это из мультика... Этак. Этак. Корпорация Монстров в синем вот это. Да? Да? Что? Ну, похож. Ну, похож. Ты понял? Посмотри, реальность корпорации Монстров. Синий. Волосатый. Большой. У него друг еще круг был. Я знаю. Я смотрел. Кисарый. Кисарый, да. Кисарый. Итак. Я здесь самый тип огромный красавец. А, как будто мы здесь были. Да ты здесь был. Как ты мог здесь не быть? Да, здесь мы точно были. Мы были. Я здесь нашла, в общем, формочки. У-у-у. Они у меня до сих пор дома. Короче, с мозгами. Адиндос. Вот всякое. Адиндос. 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 Мамонтов Момонт Вау, мама Смотри сюда И корейка не это съесть Давно мама Это как у мамонта? Это маленькая мамонта Это что за Настя Настя Есть мамонта Я еще смотрю мамонтов И так, здорово, ребят, как вы поняли, почти мак-наггетсом я заходила в Мак, вместо обеда я решила зайти в Мак, да, я здесь... А знаешь, почему я не ходила на обед и практически не ходила на ужин, который у нас там был? И чё? То, что у нас на обед и на ужин всегда был выбор, либо ты ешь бургер, либо пиццу и картошка фри. А так как я пиццу не любила вообще никакую тогда, сейчас я хотя бы могу есть какую-то, ну, как-то вкусы чё-то поменялись. Ты ела больно. То мне приходилось там постоянно есть бургер, а они там не такие вкусные, как в Макдональдсе. Я думаю, и что это? Какой смысл? Да, ну, я очень много тратила денег на еду в Макдональдсе, а он там дорогой. Буду в Маке жрать, то есть вряд ли я похудею, Карина, прости. Но проблема в том, что если я иду, ну, или покупаю еду, я купила себе и фруктиков, то есть сейчас как бы час дня, и я кушаю в Маке, то есть вечером я уже не кушаю ничего плохого, я обычно ем там фрукты. Сегодня у нас среда, 2 июля, и простите за то, что я не беру камеру, на которую я сейчас снимаю, просто она большая, и мне неудобно снимать на большую камеру. Ребята, какой фон у меня? Пятый? Не помещается ко мне в сумку, а мы очень встаем, и у меня нету желания на самом деле таскать огромные предметы с собой. У меня ужасно набер ноги каждый день, и вот, так что вы поняли. Вот, и еще в школу здесь надо ходить, даже если ты болеешь, собственно, ну, мне не впадло учить язык, тем более у нас уроки довольно-таки интересные. У нас, как бы, был только один урок, но мне понравилось, не знаю, что будет дальше. Так что вот, поэтому сегодня я буду вечером обрабатывать влог, и уже с третьей недели начнут выходить влоги, а сейчас пока что выходит видео, которое я, слава богу, снимала в Москве. Как я рада, что я это сделала, потому что здесь у меня реально нет возможности ничего обрабатывать, снимать, ну, снимать, это понятно, есть возможность, но обрабатывать нету. Так что, слава богу, я все сделала в Москве. Итак, ребят, я пришла после учебы, после ужина уже, сегодня было клево, интересно, сегодня интересно, что мы проходим. Мы говорим про страны, ну, типа, общаемся, практикуем всякую фигню. Я зашла в туалет. Практикуем всякую фигню. Практикс всякий. О, смотри, я сейчас фабрикс. Сейчас я буду показывать туалет. Вон душ, вот он такой, нажимаешь на кнопочку, и там все льется, закрывается все, может. Здесь туалет, вот он такой, и здесь тоже туалет. Ух, туалет, где там кто-то уходит, бля, и ты снимаешь. У меня никого. Кайф, что у меня комната была напротив туалета. Кто-то скажет, это отстой, но у меня на самом деле не отстой, потому что я из душа могла быстро зайти к себе в комнату. Ну, например, знаешь, супер не одеваться там прям, а вот в полотенце завернуться и зайти. Класс. Очень класс. И в туалет приспичил, хоп, зашел. Ну что, ребята, с вами было куплено в Play. Басил Слава, Басил Юлия, Play. Просто Басил Фабрикс. Басил Фабрикс. Басил Детейлс. Басил Продакшнс. Короче, пацаны. И девчонки. Да, я и девчонок пацанами называла всю жизнь, не знаю, они что-то как-то не обижались. Не знаю. Я что хотела сказать? Все-таки девчонки-то девчонки, пацаны-то пацаны. Хотела сказать, что на этом мы заканчиваем, потому что Слава уже ноет, говорит, я не могу уже так долго смотреть на тебя маленькую, мне плохо. Не, просто уже спать пора, да и в принципе я думаю, что да, мы не будем вас сильно перетруждать просмотром старых роликов, но если на этом видосе тоже наберется много просмотров и вам понравится, да, мой муж же согласится продолжить, там столько еще выпусков с Лондона, очень интересный, зай. Мы еще до самого интересного не дошли, до яйца, они отложили яйца в моей мозге, или что там? Это из другого, это из зоопарка. Посмотрим. Мем, мем, ребята, мем. Ставьте лайки как можно больше, чтобы это видео попало в какой-то там топ, да, среди ваших подписчиков. Комментарии пишите, только хорошие, плохие не пишите. Не, можете и плохие, мужа моего, главное, не обижайте, потому что когда вы его обижаете, он сразу говорит, я с тобой разведусь, я с тобой разведусь, они меня не любят. Они этого и хотят, они этого и хотят. Да ладно, он так не говорит. Короче, спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось, в общем, заглядывайте на другие видосы. А вот ты вдохновился мной из прошлого? Абсолютно нет, а зачем? А я вот вдохновляюсь собой, странный какой-то. Поехала мажорка в этот, в Лондон и ваше. Я вдохновилась на то, что я хочу в Лондон, на то, что мне не хватает вот этих вот детей. А, в этом вы. Ну и вдохновилась просто тем, что я, ну, работоспособная, смешная, активная, там все смеются над моими шутками, даже сами такой, меня это вдохновило. Ну, это хорошо. Так, это видео же про тебя, а не про меня, поэтому оно тебя вдохновило. А я тебя не вдохновляю просто по жизни? Ну, вот именно ты меня вдохновляешь, которая ты сейчас, а вот та меня не вдохновляет, зачем? Просто ты меня тогда не знала. Я просто смотрю на меня. А люди, которые росли вместе со мной, смотрели те мои видео, я их вдохновляла. Удачи. Я просто... И я вас люблю. Я говорю, я Юлю, когда мы с ней познакомились, я не смотрел ее видео. Вот эти вот влоги, я ничего этого не знал, поэтому... Было бы забавно, я тебя смотрела. Прикинь, блин, мой любимый видос, хотел как раз посмотреть влоги, жалко то, что ты их закрыла. Прикинь, ты такой, блин, да, да, я понял, вообще там, вообще так клево. Ну, в общем, все. Было бы необычно. Видео все? Да, он очень хочет уйти. Поэтому спасибо, что смотрели, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Славы, и пишите в комментариях то, что мы хотим продолжения, потому что если таких комментариев будет много, и я покажу Славе, скажу, Винниш, надо сниматься, то он, конечно, уговорится. Ну как, не крути, да? Ну ладно, может быть. Ну, сделайте так, чтобы он уговорился, это мучение заставите, мучение. Ну тебе же понравилось? Очень. Всем хорошего настроения, удачи в жизни, не повторяйте наших ошибок. Каких я не совершил ни одной ошибки. Ну, просто по жизни, да, мы ничего плохого вам не хотим, вот. Живите, кайфуйте, наслаждайтесь этой жизнью, будьте патриотами своей страны. Будьте патриотами себя в первую очередь, любите себя. Всё, всех любим, целуем, обнимаем, и всем пока! Да, фабрик, всем details, вот много English, language, слов в вашем Russian язык, как-то, ну камон, и вот эти вот ваши, да? Mind the gap! Вот за это тебя точно заблокируют. А что? Вдруг вот так сделал? Вообще-то я при этом... Mind the gap! Ты дурак? А ты знаешь, что я сказала-то? Что? Не, я в курсе, как это переводится. Как? Переводчик не подглядывается? Типа, будьте осторожны, блядь. Гап, гап это переход, да? Ну, да. Гап это переход. Ну. Идите в переход? Нет. Следите за переходом? Нет. Спускайтесь в переход? Нет. Сука. Mind the gap, следуйте в переход. Это написано перед тем, как зайти в этот... В поезд, в метро. Держите расстояние! Я им говорю, а он подумал, что я Зигу кидаю. Балда! Всё, иди спи. Всё, всем пока! Ребята, всем привет! Меня зовут Юля, а это мой муж Слава. И сегодня мы снимаем продолжение реакции. На мои старые видео. Сегодня мы будем смотреть... Стой, давай ещё раз. Типа, йо-йо тебе не понравилось? Да, я очень тормознуто, блядь, сказал. Через полчаса, блядь. Йо-йо. Йо-йо.